Все-таки я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел не Крымин. Значит, и это вопросы политического характера, чтобы не было впечатлений, что мы уходим от этих вопросов. Ну, например, такой достаточно острый, куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России. Ну, может не грабить, но раз обещали приехать, видно, и приехали. Вы думаете, уже творят? Ну, вот что касается приставов, я что хочу сказать. Вот, может быть, они обижаются, ну, не обижаются, а пишут вам, что это ваше личное мнение, что вы их воспринимаете как террористическую организацию. Но давайте посмотрим, опять же, на нормативные акты Российской Федерации. Вот уже сейчас, наверное, только ленивый не знает той информации, что существует определение Конституционного суда Российской Федерации 19 апреля 2001 года, номер 65О, и постановление Конституционного суда Российской Федерации от 20 мая 1992 года, номер 6П. И вот в этих определениях как раз-таки говорится о том, что все нормативные положения, аналогичные той норме, которая как несоответствующая Конституции Российской Федерации, признана Конституционным судом Российской Федерации, утратившей силу и не подлежащей применению, также не должны применяться и подлежат устранению из правовых систем всех субъектов Российской Федерации как составных элементов правовой системы Российской Федерации. Поэтому их законодательные представительные исполнительные органы, а также высшие должностные лица, обязаны после опубликования решения Конституционного суда Российской Федерации отменить все подобные положения, содержащиеся в принятых ими нормативно-правовых актах. Но если говорить коротко, то здесь говорится о том, что не имеют юридической силы никакие конституционные законы, федеральные законы, в отношении которых нарушены сроки их публикации. Так вот, в отношении Федерального закона о судебных приставах номер 118 и Федерального закона 229 об исполнительном производстве нарушены эти нормы. И эти законы юридически ничтожны и не могут применяться. Поэтому то, что приставы действуют по факту, осуществляют свои действия, это уже является преступлением. Потому что вот в этих же определениях Конституционных судов сказано, что если органы государственной власти и должностные лица не исполняют данный судебный акт Конституционного суда, о том, что не могут применяться недействующие законы, то это является основанием для применения мер уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, о чем гласит статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть вот, пожалуйста, то есть совершенно вот все очевидно. Вот каждый может взять и проверить эти законы, в частности, законы судебных приставов, что он не вступил в законную силу. Поэтому ну никак нельзя считать приставов, как бы действующих на законных основаниях. И их действия именно нарушают основы конституционного строя. Если они признают Российскую Федерацию, вот как государство законное, то, извините, вот решение Конституционного суда никак они не могут игнорировать. А если они игнорируют и действуют, невзирая на то, что нормативный акт, федеральный закон не вступил в законную силу о судебных приставах, то, извините, это нарушение основ конституционного строя. И действительно, их действия можно расценивать как действия некой террористической организации, организованной группы лиц. То есть по факту они есть, а де юры их нет, они не могут действовать. И куда же смотрят правоохранительные органы Российской Федерации? Знакомые люди кругом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представьте, пожалуйста, предъявите документы, здесь проходят исполнительские действия. Если вы посторонние, пожалуйста, покиньте территорию. Предлагаю, ко мне обратилась Наталья Викторовна Силовская. Соглашение покажем, пожалуйста. Доверность вашей. Согласно которой я первый секретарь полицсовета Коммунистической партии Российской Федерации. Замечательно. Мы защищаем интересы людей. И мы согласно законодательству действуем. Вы в данный момент являетесь посторонними на данном месте. Прошу отойти, пожалуйста, туда. А вы подождите, а можно спросить у вас? Объявляем документы. Я гражданин Российской Федерации. Этого достаточно? Да, имеем право подходить. На основании чего вы сюда подошли? Вы здесь живете, вы не имеете права. Попросила хозяйка этого дома подойти и застать. А я, вот ваш начальник знает, я являюсь заинтересованным лицом. Сама хозяйка где? И мы подали телеграмму губернатору. Сама хозяйка? Вот этого я не знаю. Значит, я вас предупреждаю об административной ответственности. Еще раз, я вас спросил. Если вы сейчас не погибли. Вы почему угрожаете? Вы кто? Я не угрожаю, а вас предупреждаю об административной ответственности. Представьтесь, пожалуйста, всем. Так, я являюсь гражданин Российской Федерации. Я знаю, что вы. То есть, если второй раз я вас предупреждаю, я вас оставить административную... Давайте составим? Пожалуйста. Так, сотрудники полиции. Пойдемте в машину. Почему? Не, в машину мы не пойдем. Мы здесь оставим. На месте преступления. Если вы не покинете, мы составим административный протокол и примените его. На каком основании... Подождите, вот полицию, я понимаю. Так, не подходите. Вот полицию, я понимаю, это органы исполнительной власти. Вы кто такие? На каком основании? Вы на каком основании вообще здесь находитесь? Я еще раз... Я не обязан перед вами отчитываться. Правильно. Должен быть хозяин. Вы обязаны отчитываться перед законом. Разберитесь со своими подставными судьями. Вы кто такой, чтобы мне приказывать? Я гражданин, и мои права, вот сотрудник полиции. Так, он не хочет это. Представьте, пожалуйста. Замечательно, Сергей Анатольевич. Вот сотрудник полиции, как бы, он отлично знает законы. Если вы не знаете, я вам просто напоминаю. Я вам просто напоминаю. Я, гражданин Российской Федерации, Сгоннов Владимир Михайлович. Ваш начальник меня знает, ваши сотрудники многие тоже знают. Первое, можете выслушать. Вы слушать вообще не умеете, или что? Может, вам где-то провериться надо сначала тогда? Еще раз, я не оскорбляю. Пожалуйста. Я тоже фиксирую, как видите. Так вот. На основании статьи 46 Конституции Российской Федерации, на основании статьи 17, 18 и 21 Конституции Российской Федерации, права граждан, в том числе мои, хозяйки этого дома, ее, являются приоритетными к правам любых государственных органов. Вас я не знаю, как государственный орган. Вы орган судебной власти, насколько я знаю. Правильно? Органы судебной власти к вашему сведению. Независимы. Вы учите. Будьте добры, покиньте территорию. Так, вы кто такой, чтобы мне приказывать? Я вам уже представился. Вот сотрудник полиции попросит, если я приму это. А вы кто такой? Судебный пристав, опытный, который осуществляет действие. Я не знаю такую организацию. На основании чего вы действуете? На основании закона 178 федерального. Нет такого закона. Нет такого закона. Есть проект закона, который не расфиксирован Государственной Думой. Прошу вас покинуть территорию. Информация получена напрямую от депутата Государственной Думы Исаева Андрея. Хорошо. От Единой России, кстати. Без проблем. Ну все, тогда не будем кричать. Я согласен. Ну вот замечательно. Все, успокоились тогда. В таком случае, поинтересоваться можно? По какому поводу здесь присутствуетесь? На данный вопрос я вам лично отвечу, что я здесь не хочу. Подождите, не можете подойти? У вас есть доверенность. Кто вы для веселости Натальи Васильевны? Я гражданин. Могу поинтересоваться? Я тоже гражданин. Я вас знаю. И вы меня знаете, кстати. Вы меня тоже знаете. И как бы это... Я неоднократно был у вас. Молодец. А я о вас ничего не знаю, кроме того, что у вас даже начальник управления Нижегородской области и его замы работают в должности ИО, не утвержденной государством. Поэтому, да, как так может быть? Вы законы знаете вообще и свои права и обязанности? Вы по моим делам хотя бы проверку осуществили? Нет? А в чем дело тогда? Почему вы здесь присутствуете и продолжаете бандитский произвол? Вы знаете, что против вас и против... Вы вполне находитесь в полномочной области. Вот. Да вы тоже не в сторону. Вот, знакомьтесь, пожалуйста. В руки я вам не дам, но это постановление ФСБ Нижегородской области. Я лично обращался, и ведется следствие по Лебедновой и по вам лично, по вашей службе, не по вашей, а по управлению. Ваш начальник уже под Богом ходит, а вы тем более, потому что не знаете даже своих обязанностей. И при этом вот людей привлекаете еще неизвестно для чего и зачем. А про прокур у нас не берет трубки, зачем он там? Очень неприятно просто, когда вот такие люди, как бы это, лезут в гражданские отношения простые. И пришло их, знаете, сколько человек? 7 человек. И сейчас они нас отсюда выгоняют, хотят без нас начать этот беспредел. Я с кем говорю, скажите, пожалуйста. Вы не сторона исполнительного производства. Скажите, пожалуйста, а то вы как-то суперподносите. А вы сторона исполнительного производства? На основании какого закона? Вот это я понимаю, исполнительная власть. А вы на основании какого закона? Закон этот не вступил в законную силу По одной простой причине Как службы даже нету Понимаете? Еще раз говорю Это информация от депутата Государственной Думы От Единой России Я с ним лично знаком И вы знаете, что я работал на Молоте И конкретно занимался этими делами И ваш интерес к моей персоне в частном случае Я знаю, не случайен Меня здесь уже достали вы Ваша банда Это банда Я вот могу понять простых людей Которые идут чисто к вам служить за заработком Там все прочее Но вас мне понять сложно Тем более молодую симпатичную девушку Которая как бы это Занимается только тем, что Профанации устраивает для народа Да что вы закрываете? Я ее снимаю Да нет И вообще вот Сотрудники полиции меня знают Если я захочу снять Я вас и так сниму Нет, я не возражаю Ну вы должностное лицо Да, пожалуйста, снимайте Так она тоже должностное лицо Зачем вы ее прикрываете? Ну у меня свое... Нет, снимайте меня Пусть сама отвечает За свои права и обязанности Я же не лезу как бы это Тем более я ей даже комплимент сказал Занималась бы чисто женскими делами Вообще супер женщина была Да, каждому свое действительно Особенно в нынешней системе А я вам не совет даю Это просто жизненный опыт Вы еще, вот запомните мои слова Вы еще сами поплачете на эту тему Не раз причем Пока мы будем писать Пойдут месяца У них смещение все И как она будет жить? Они ее на улицу выгоняют Предлагают жить в общежитике Антисанитарные условия Антисанитарные условия Понимаете? Так, вы, пожалуйста, зарегистрировались И следите Деньки А что вы поясничаете? Спокойно разговаривайте Обязательно сделайте Обязательно сделайте Потому что ответственность будете нести Не за это А за тот беспредел Который творится сейчас Вообще на территории Нижегородской области От имени вашей банды А вы, я знаю Вы просто подставное лицо С вами что разговаривать? Если я сочту нужным Как вы понимаете Я заинтересованное лицо Если я сочту нужным Это мое право Присутствовать И как бы Если граждане тем более попросят Я естественно откликаюсь Ни стыда Ни совести нету Светлого человека Обижать Выгонять Давайте мы вас выгоним В вашу квартиру Вот Давайте звоните Сейчас губернатору Татьяна Максимовна И прокуратура В ФСБ Позвоните Я уже им дал информацию И по этому поводу тоже Все у людей Все рушит Какое имеете право рушить Это ее частная собственность Это ее жилье Ее Это жилье И ее Исполнительные листы есть? Так Покажите исполнительные листы Ну при чем тут сторона? При чем тут сторона? Хочешь ли вы Давайте запишите все? Что такое криминальное? Основной заказчик Насколько я знаю Секретарь прелюбедновый Так что Долженственное лицо При обязанностях Я могу это Как бы поинтересовать Конечно Да Че творят? Че творят? В советское время Разве у людей грабили? Разве у людей рушили? Как вы имеете право? Она в принудительном порядке Согласен законодательству Не имеете Пусть даже есть Какое-то Сфабрикованное решение суда Оно сфабрикованное Доказательства Которые там Предъявлены Они не учтены А сроки на обжалование Как там? Они не учтены Потому что Все суды у нас Решают Решают Вы грамотный человек Вы все хорошо говорите Ну почему же Вы тогда не обращаетесь Никуда А что только обращаться У нас все куплено А что только обжаловать У нас нет Власти Которые защитили бы людей Законы не соблюдаются Вот приходила Оксана Не стыдно тебе Воровать людей Обворовывать Да Люди вас прокляли за это Тебе мужчина один Даже вслед об этом говорил Оксана Николаевна Ну а почему Я заинтересованное лицо В вас Ну как это Вы будучи Это Исполнительным Судебным приставом Взяли исполнять Обязанности Служащего Другого Вашего Ответили Что именно Вы никто Вместе со службой Вашей При этом Делаете не свои Обязанности Превышаете Свои полномочия Вы являетесь Бандитом Заказчик Конкретной структуры Нет пожалуйста Протокол ведите И вот я могу Поделиться Записью Даже потом Пожалуйста Замечательно А вы ведете Все таки Спасибо Вот Поэтому Зная свои права Знайте еще И свои обязанности Пожалуйста Еще раз говорю Вы органом Исполнительной власти Не являетесь Кто вам наплел мозги Я не знаю Если вам дали ответ ФСБ По моей теме Там это все Сказано уже Почему вы здесь Сейчас присутствуете Это Исполняя обязанности Вот этих органов Почему не они Занимаются А вы Вы кто такие Вообще Я вот как бы Вот простых людей Я могу с уважением Отнестись еще как А вы то Занимаетесь Явно это Не тем чем Должны заниматься И по моему делу Вы уже допустили это Да Вы у меня лично Украли Два миллиона рублей Знаете это Знаете это Нет не знала На каком основании Вы вообще Меня оставляете Без средств Существованию Как бы в этом городе Не являясь Как бы Должастным лицом Отвечающим По своим правам Так Вы с чем не согласны Вот вы Сейчас являетесь Органом Судебной власти Я так понимаю Да Еще раз Да Я в свое То есть вы У вас Должно быть Какое-то Образование Юридическое Правильно Замечательно Это мы еще Поинтересуемся У прокурора Какое именно Потому что Насколько я знаю Тут кругом Подставные люди Вот У вашего Начальника Я уже Интересовался Она Кстати Почему-то Скрывает Вот ваше Образование А я Между прочим Кончал Радиофизический Факультет Нижегородского Университета То есть Я физик Как вы понимаете Могу Спокойно Называться Физическим Приставом Как вы будете Реагировать Если я к вам Применю Свои методы Физические Нормально будет Я гражданин Российской Федерации Я власть В этой стране Это угроза Да Потому что Вы никто здесь Так Вы записываете Пожалуйста Большая просьба На основании Закона 46 Не закона Он приказ Межведомственного Генерального прокурора 46 И 78 По-моему Он согласован С вашей службой Кстати С начальником управления О единой фиксации Преступлений Если я допускаю Какие-то преступления Зафиксируйте И передайте В конкретное Производство Исполнительных Органов власти Вы кто такие Чтобы мне тут угрожать Действительно И еще что-то Это Психологические атаки Устраивать Так вы занимаетесь Преступлением Вы на чужое место Пришли Не имея Никаких полномочий Это общедолевая Собственность Я вам говорю У меня ответ От службы ФСБ Где четко звучит С ней плохо Наталья Веселовская У меня есть Я секретарь Первый секретарь КПРФ И она у нас член КПРФ И мы пришли Своего члена КПРФ Спасать От этого беспредела Который вы сейчас творите Вы творите Беспредел Вы сама мать Вот представьте Ее положение И вашей маме Вы бы защитили Наверное Свою маму Вы бы не дали Вот Вы бы не дали Да не бойтесь До какого До какого А это ей полезно Есть решение Суда 446-я статья ГПК Почитайте Экспертной комиссии Не было Татьяна Максимовна Не было Экспертной комиссии Какие Ничего она не получала Нет А мы делали запрос Я нечего Денежные средства Переводила Ей на счет Подождите Вопрос Внимание Вопрос Можно Она потеряла Ничего она не получала Так Так Пожалуйста Будучи начальником отдела Пожалуйста Ответьте Пожалуйста На каком основании Она сама Хочет здесь жить Она сама Ей нравится здесь Ей нравится здесь Вы скажете Опять власть Это все правильно Понимаете Ей нравится здесь Она хочет здесь жить Это ее право У нее есть документ Что это ее частная собственность Может быть Это у нее есть документ У нее есть документ Что у нее есть право Она право обладать Общей долевой собственности Не ожидала А я от вас не ожидала Человеку Что вы людей Грабите Выгоняете насильно Выселена Вы пойдете себе Там учить Она будет Не даете людям Спокойно жить Ну это будет нормально У нее везде Я вам только что зачитал Вот она В отличие от вас Она простая гражданка Она не обязана Даже знать все законы Она обязана знать Только единственное Статьи Конституции Я вам зачитал Уже эти законы Вы не мне зачитываете Я ей пытался уже сказать Не знаю Поняла Я поговорю с ней Конечно Я еще с ней поговорю Отдело А суды Суды у нас делают Нет Вот вы только что Подождите Вы только что Зайкнули Что будучи начальником отдела Вы как бы это Имеете якобы право Открывать счеты в Сбербанке На чье кстати имя открыть счет Это моя частная собственность Вот И не имеете права на нее вторгаться Так Она не открывала Этот счет Вы кто Какая администрация Так Подождите Она ничего не получала Вот об этом перечислении Исполнительный лист Уведомлений Вы ей направляли Ничего нет у нее Еще один вопрос Еще один вопрос Ничего у нее нет По вашему совету По какому совету У нее свое мнение есть У нее свое мнение есть Вот Вот У нее свое мнение есть Можно я все таки поинтересую Да ставьте ее в покое Вот вы Вот вы не ведете финансовые операции Не имея лицензии Центробанка Даже на эти темы На каком основании Вы это делаете? По данному исполнительному производству Коммерческой структуре у вас По моему даже Исполнительному производству На каком основании Вы это делали? Государственной структуре На каком? Вы все исполнительное производство Ведете этим бандитским образом Обязанностях у вас написано Прежде чем вести исполнительное производство Заниматься дознанием И проверкой исполнительных актов На законность А по своему делу я знаю даже Что вы открыли производство Здравствуйте Здравствуйте Проходите сюда Вот здесь разговоры А с кем имеем дело Они не обязаны представляться А вы то при чем здесь Какой? Первомайская А вы? Нет, мои работники Не будьте ломать Здравствуйте Не будьте ломать Здрасте Не будьте ломать Тачан Максимович Подержите, я позвоню Давай звони ФСБ звони ФСБ звони Не ломайте люди Пенсионерка больная Больная Она сейчас умирает Не ломайте Не ломайте Не ломайте Не ломайте, люди Человек, Володя, не делайте Саша, не берите на себя этот грех Не ломайте, отойдите Мы не дадим ФСБ звоните ФСБ Ее нет Не имеете права Ее нет Так а ты что меня толкаешь? Не дам Руки Руки Не дам Вот так, руки Он камеру дал не для того, чтобы драться А спокойно как бы разговариваете Не ломайте люди Она пенсионерка Она больная, слепая, глухая Она ее выгоняет Она не хочет в этом жилье Не надо Не надо этого делать Бессовестные, бесстыжи И мы пришли ее спасать Как не стыдно Успокойтесь Как не стыдно Человеку выгонять С квартиры Как несовестно Не будут послушать Не будут А вы кто, чтобы они вас слушали? Кто вас назначал вообще-то на должность? Можно поинтересоваться? А? У вас нет руководителя Он не утвержден государством Он сам Он ИО давно уже По какой причине? Вы знаете отлично Даже вы А он Надиров, кстати Даже вы являетесь Ставленником этой банды Северокавказской, кстати Надиров Заместитель Все правильно Да Начальника я не помню Начальника я просто не помню Можем отдельно поговорить на эту тему Это не важно Я не дам Но он ИО у вас Я не дам Уходите Уходите Прошу я вас Прошу Не ломайте Человек еще Подождите, граждане Я не могу Человек умрет Подождите, подождите Вы не имеете права Гражданика здесь нет Давайте спокойно Вы не имеете Гадят не ее квартиру Так у нее есть Кто старше это у вас Кто? Гадят не ее квартира Товарищи Можно поговорить Вам Вот вы собираетесь Вести как бы по приказу Службы судебных приставов Производство какое-то Да? Вскрывать там Сносить Что? Права обладателя Это квартиры Это беспредел Замечательно Но вы знаете Что сама по себе Это служба незаконная Знаете это? Она незаконная То есть Зная свои права Вы должны знать Свои обязанности Я знаю Свои обязанности У вас приказ Кто издал? Макурин Евгений Константин Так Хорошо Не надо Приказ Приказ У вас на руках Это устный приказ Так Все мы заснимали Все заснимаем Можно это Вам просто напомнить О своих обязанностях Вот у данного человека Должностного лица Нет приказа На исполнение Тех действий Которые вы ему предлагаете Нет Нет Нельзя Вы не делайте Не берите грех на себя Человек бедный Вы понимаете Вы берете грех на себя Единственное жилье Они ее хотят На улицу выбросить Вы поймите Статья 446 Статья 446 Ну все правильно Да Но вам-то зачем это Вот пусть другие Я вам могу Если вы не знаете Я вам просто скажу На Лебеднову Открыто уголовное дело Информация Не имеешь права Он должностное лицо Я имею право Не имеете права А меня зачем с ним Я вас не волнуйся Вы понимаете Исполнительное Безвоста Не распространяется На единственное жилье 446 Статья Вы мне это не объясняете Вот есть Представители власти Вот кстати Как представители власти Я просто напомню Статья уголовного кодекса 8.1 Поинтересуйтесь пожалуйста Как исполнительные власти Принадлежащие К независимому органу Судебной власти Там что четко О вас написано В том числе Что не вы А вот тот Товарищ Должны вести Эти действия Советское государство Ей дало Значит Право Вот Ей дало право Зафиксировать Как частную собственность Советское время А сейчас У нас коммерческие Какие-то структуры Пытаются все разрушить Все разрушить пытаются Ну потому что Захвачена страна Ну что А мы разбираемся Вот принесли документы Они на них смотреть не могут Хотя Максим сказал Не ломайся Не ломайся Ну правильно Не ломайся Вот Нельзя И еще раз говорю Во-первых Приказа нет на руках Во-вторых Исполнительный лист Они не показывают То есть Все это делается На шару И потом Виновниками Делают вас За ними стоят Правильно Потому что за ними Суды Вас привлекут к уголовной ответственности Если вы законы не знаете И даже конституцию не знаете Именно вас подставят А вот они будут Как бы это Привлекут к уголовной ответственности Они именно так и действуют Нет Не имеете права Вторгаться в ее жилье Вот Не имеете права Залезают Да частную собственность Какой имеете права Посмотри аккуратно Один пьяный Хорошо Как вы имеете права Закутки все у людей разрушили Теперь жилье пришли рушить Как вам не стыдно Как вам не совесть Но у людей есть документы Вот ее частная собственность Вот все документы Она правообладатель Общедалевой частной собственности Вот Не посторонние люди А я секретарь Первый секретарь КПРФ КПРФ Первый секретарь А я гражданин Российской Федерации Мало этого Это власть Вообще-то Настоящая власть в стране А вот кто вы такие Вот еще Надо еще Знак вопросов поставить Вот Мы привлечем У меня еще куча должностей Но я их даже представлять Не считаю нужным И будут рушить его Они будут просто Привлечены к уголовной отец Мы все Зафиксируем на видеокамеру И все это будет Тем более По вам уже открыто Уголовное производство Я сегодня же Доведу это дело Обязательно По крайней мере По вам лично По вам лично Это не угроза Это предупреждение Об административной Уголовной На нашу честь Достоинство Я публичный человек Экс-депутат Земльского собрания Двух созывов Простите Я не чокнутая Вот вы Может чокнутые Но нас не оскорбляйте Проблема в том Проблема в том Что постановление Хотя бы конституционного Суда О своей службе Знаете? Я с ним не знаю Ну зачем? Это на камере звучит Чокнутым назвали Тут какие-то чокнутые Какие они может быть? Ну если это товарищ Считает себе Я не знаю Что? Ничего Извините В отличие от вас Я русский язык знаю Не хуже Как минимум вас Тогда меня нет Узнали Поехали Ну не надо меня учить Я вам Разговариваю с вами Юридическим языком Пытаюсь А вы начинаете опять Провокации Все увезли Пусть подъезжает Макурин С приказом кстати лучше А на основном чего Они должны Исполнять ваши приказы Макурин пусть исполняет Светлана Максимовна У меня приказ Ломать Под увольнение Я вынужден Саша Себе Да Установление Ты не бойся Я не пойду туда Я просто Ракурс хороший Ты меня не загораживай Ты меня не загораживай По выселению данной гражданки Можно я сниму Она сама считает Я тебя боюсь Почему? Боюсь камеру Я вам признаю Сами вы не боитесь Предупреждение Саша Что вы делаете? Предупреждение О вскрытии Вынесено Подождите Не сводит Сволская Получила Вы тоже Предупреждение Получили Как начальник отдела Неизвестной службы Которые не имеют полномочий На это На эти действия Как минимум Что делать будем? Итак Банда действует В полном составе Фильм Крик души О структуре Как бы Макурина Мы вас сейчас заснем Не будете отвечать За это У нее пропали Деньги У нее пропали Деньги Да У нее там Деньги Миллион Не заходите Туда Я не зашел Я не зашел У нее миллион Деньги Попробуй зайди И вы подойдите Пожалуйста Вот не подходите Володя Не делай Татья Максим Подождите Пожалуйста Они вас понятыми пытаются При этом не объясняют вам Даже ваши обязанности Учтите Вы ответственность не счете Составляй акт о вскрытии помещения Ничего не подписывайте Ничего не подписывайте Это бандиты Шамир Михайлович Разберемся Открывайте пожалуйста Оружие Блянь Меня не снимают Спокойно Снимайте У нее миллион денег Я не на службе Где-то Деньги Ты на службе А что делаете сейчас Что здесь присутствует На службе Я присутствую Я рабочий Миллион денег у нее там Наташа Причем без понятых Без всего Задним числом Оформляют все это Не спрашивая людей Я вижу Вы даже не предупредили Их об обязанностях То есть люди не знают Своих обязанностей По этой подписи Нас нельзя снимать Направлено постановление О привлечении В качестве работников Руководители направлены Они только работники Все вопросы к ним Они вам приказали Снимаешь ты? Снимаю я Да Меня попросила Татьяна Максимовна И непосредственно хозяйка Снимаю ее Ее без проблем Так ничего не ломайте Сейчас она подойдет Ничего не ломайте Сейчас она подойдет Идет уже Не ломайте Она сейчас подойдет Нам бельно ломать Мы будем ломать У нас свое начальство Вот и успокойтесь Какое вы имеете право Без хозяйки квартиры Все эти вещи делать Вы че Еще раз говорю На основании статьи 46 Конституции РФ 17, 18 и 21 Иди туда заходи Я не открою дверь Вам зачитано Наташа иди Ничего она не получала Закрывайся и все Да пусть его хотят Делают Потом платить сами будут Сами не пускайте их Предоставьте с дождем Наталья Викторовна Выходите Вы Нет Нет А вы Не надо Отойдите от нее Сережки Отойдите от нее Вы тут знаете Что это театр Отойдите Это не моя проблема Ты че мне объясниешь Ну вы вот тоже Не начать Сказала Я ломаю Все Сгон на Владимир Михайлович Макурину сообщите Он меня знает Отойдите Ваши спорные наряды берет Правда Да Какие у вас образования Где Ваши Сгон на Владимир Михайлович Гражданин Российской Федерации Имею к этим людям Вот к этой банде В форме Свои претензии Ваши претензии ПСБ уже открыл на них Уголовное дело Вы будете фигурантом Я не буду фигурантом Ваш начальство Ну а вершите вы Значит вы Должностное лицо Представляющее Вашу администрацию Вы будете Я исполнял За ними стоят судей Вы замучаетесь Деньгами даже оплачиваете Я не пришел Еще раз говорю Все Вам не надо Ну пожалуйста Пожалуйста Про Макурина отдельно поговорим Убивайте ее И пройдете Убивайте ее Убивайте ее Убивайте ее Это ее частная собственность У нее другого жилья нет Я вам сказала Я вам все сказала Все Бессовестная И не стыдно вам И не стыдно Это тебе не хотят Вот сюда подойди Так, подожди Мы занимаем Мы снимаем Мы тоже снимаем Вот Снимай А что это вы ей разрешаете А ему нет Не пустят Не пустят Ну она сейчас хозяйка Как такое она Вы будете отвечать Пока только она Руку прикладства Будете отвечать Вы заварили кашу А что вы на самом деле Протоколы У нее документ У нее документ Она правообладатель Ее не лишал Государство правообладатель Вот не решайте ее право Собственности Снимай, снимай Это бандиты только так делают Бандиты Бандиты только так делают Я вам сказала Вы убиваете Убивать меня Снимай все Снимай Пусть только дотронутся Бессовестные Наташа не отходи Не отходи Нет, но это будет как они решат Они исполнительная власть А вы никто В этом смысле И то, что действуете вы Это провокация Натуральная Вы что хотите Вам же он делать хотите Законы у вас Человечность Человеческий фактор Включать Не подходите к ней Не дотрагивайтесь до нее У меня просьба Все успокойтесь Сейчас подъедут сотрудники полиции И спокойно решат все Ну, конечно Особенно вас Вы воплишние здесь На подиуме будете потом Красоваться Очками снимать Там все прочее Очень Очень Прям балдею Вы родилась Спасибо родителям Вы вообще Это Народ прекрасный Только Отдались не тем людям Сомневаюсь Сомневаюсь Я уже вам говорил Снимите, пожалуйста Протокол, пожалуйста Оформите Протоколом Оформите Со мной Отношения Хоть раз Решение суда Недействительное Статья 446 ИГПК В которой четко прописано Что исполнительное производство Пусть даже есть решение суда Не распространяется на жилье Единское жилье Статья 446 Зачем вы женщину угнетаете психологическими методами? Это же есть решение суда Какое вы имеете право? Она старый человек уже в отличие от вас Она слепая, глухая Вы почему так с инвалидами, а? Как-то она слепая Глухая С инвалидами вы так себя ведете Ну она слышит действительно плохо Насчет слепоты не знает Стоите 7 человек на дно Не дадим вам ее Ну отойдите, пусть человек успокоится Ну что вы пристали к ним? Сейчас подъедут сотрудники полиции И решат все это Сейчас вызовем скорую помощь Выйдите отсюда Выйдите Тут не скорую помощь Надо вызывать и чувствовать Право не чувствуете? Почему не вызываете? Смерть будет на вашей совести ее Смерть будет на вашей совести Вы ее довели до смерти Вы Вот если бы я смогу Вам вызовем У нее В общежитии Алло Алло Здравствуйте Вас беспокоит Сгоннов Владимир Михайлович Город Первомайск Вот так Татьяна Максимовна По какому адресу мы стоим? Дзержинского 11 Мы стоим по адресу Дзержинского 11 Квартира 2 Здесь служба судебных приставов Незаконное действие предпринимает Превышая свои полномочия Исполняют действия исполнительных органов власти Напоминаю просто Поэтому Прореагируйте пожалуйста На начальника управления ИО там у них какой-то был И предупредите его О полной ответственности Я это дело так не оставлю Это банда орудует уже По Лебедновой Вы уголовное дело ведете Поговорим отдельно Хорошо? Да у вас есть на меня информация Если что в Кировской области запросите еще Начальником ФСБ я лично знаком Спасибо Спасибо Пусть документ дадут ей Пусть документ договор Что ей потом здесь построят дом Что ей построят здесь квартиру Пусть дают документ Что ей построят здесь квартиру Договор между администрацией и ее Она согласна вам учить А может договор учить что-то Да А как это так? А как это так? Ничего у нее денег Никто ей подросток А вы что рассказываете там стоите? То же самое Сказки Сказки мы ей Тем более это Психологические методы применяете Как не стыдно действительно только Перед старым человеком так Давай записывай Она очень хорошо говорит Записывай Записывай Она имеет право полное Это ее частная собственность Документы о частной собственности Никто в ней Почему в суде не сказали Что за муниципальные нуждают Есть решение А вы были в суде? А вы были? Вы проверили это исполнительное производство В меру своих обязанностей Нет У вас даже должностного лица нет такого Как вы мне сказали Уже построили дом частный И сейчас хотят частный дом построить Кругом заврались Пристава дознавателя в отделе нет А туда же вершат Исполнительное производство Не проверив даже его Федерации Государственные вопросы А вы чего тут Муниципальная нужда Строительства частных домов Вон ее участки построили Сейчас здесь опять будут строить Сейчас нет Я не пущу туда Если меня только убивать А я не пущу Записывай все Записывай Владимир Михайлович Запишем Только нужна конкретная реакция А не этот спектакль Сейчас будет реакция Потому что я позвонила Она сейчас звонит Реакция может быть разной Все простые люди И как бы у всех эмоции свои Приходит из тюрьмы И за ним квартира остается А это Выгоняет из квартиры Выгоняет Которую А вы закрыли снова Или что Закрыли Так они что-то у вас сегодня Пока мы шли сюда Они носятся по всему городу Отвлекающий маневр Ну вот и все И успокойтесь Полиция приезжает Полиция ограждает данных Товарища Вы кто Чтобы ему приказывать Он сам знает Свои обязанности Успокойтесь За себя Ответьте хоть раз Успокойтесь Вы еще под стол пешком ходили Когда я ваши маневры Эти наизусть знаю И какое отношение Вы к ним имеете И ко всему этому Вы не выполняете Свои обязанности Я вам уже назвал По какой причине У вас в отделе Даже пристава дознавателя нет Как вы мне сказали А это меня не волнует Он должен быть Если вы знаете Свои обязанности Организуйтесь как надо Пойдем И я тебя давно знаю И ты не пойдешь Этот человек Который будет Исполнительное производство Половат Не требуется Составлен будет Административный протокол По ст. 17 Я член ТКРФ Кодекс Первый секретарь Вы меня не трогайте Как меня трогают Будет примена Физическая сила Что у нас есть полномочия Какие полномочия На основании чего Вы куда хотите Звоните Вон там Пожалуйста Не надо мне Не трогайте меня Я вас не трогаю Не трогайте меня Сотрудники полиции Пожалуйста Разделите их А то так добром не кончится Покажите Пожалуйста Разделите их Пожалуйста Договор у нас Покажите Наташа Спроси у них Исполнительный лист Звони Вот если я сейчас Ты меня не трогай Я тебе Уйди отсюда Не будет Ты что бандит Нет я не бандит А кто ты Ты не имеешь права Я не имею права Не имеешь права Покиньте территорию Мне больно А ты меня трогай Покиньте территорию Это ее личное Территорию покидаем Нет Значит Применяю Физическую силу Санит Вы тоже убираем Этот кто это Пусть полиция убирает Так Пусть полиция убирает Будьте любезны Давай их убирать Я вас не пропущу Нас нам чего Вы приказы раздаете Вадим Михайлович Мы просим Вот Вас я послушаю Вас послушаю Пожалуйста Стойте там Стойте Не покину Володь снимай Вадим Михайлович Меня бьют Меня бьют Убивает Терешкин меня Терешкин и Яша Ты сильный? Ты сильный? Ты сильный? Иди отсюда Иди отсюда Да куда ты Владимир Михайлович Сиди сюда Ко мне Будь со мной рядом Не надо Я близко подходить не буду Вы ему скажите Чтоб так близко не подходило А я близко подходить не буду Не подходи А вам и конкретно рулит Конкретно Я вам говорил Кто? Миша есть Не трогай меня Вот они Ну кто это Чтобы она понимать Вот эти вещи Смотри Что делать Заснимай Он меня Он меня бьет Не надо Я не бью Я формируйте вот это Бьет Давай Занеси Засними Держите в руках Не надо Мне жалко Девушку просто Только жизнь начинает И с этого всего Зачем она пошла на должность Это надо это Во Иметь что-то Иди снимай Снимай Татьяна Максима Подожди Татьяна Максима А что это делаете Уздить оттуда Мы ничего Сделаем Татьяна Максимовна Да тебе вот я Сверху к вам Татьяна Максимовна Я тебе могу Оставьте ее Все-все-все-все Снимай Снимай ее Успокой Она сама Будет сама Свои вещи Вытаскивать Уйдите отсюда Она будет Сама Вытаскивать Прекратите Прекратите Я сказал Иначе Вы Не примените Не примените Татьяна Максимовна Это же так сложно Поступать Ой Я не могу Саша Она там Полетит Снимай ее Давай Снимай Снимай Я в сторону Так ты уйди Дай ее снимать Татьяна Максимовна Это ведь Что Где я сегодня Ночевать-то буду Вот они Так делают Это бандиты Это бандиты Нет Советы ваши Чем закончится Что ты не пускаешь Ее жилье Что не пускаешь Нам уже объяснилось Деньги забрать Деньги забрать У нее деньги там У нее деньги Миллионка Дайте ей забрать Деньги Документы Дайте Зайти ей Все ваши вещи Будут Нинесены И описаны Деньги будет освобождено Прекратить 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 Я сказал Как вот этот пьяный человек Тут сидит Вот почему Мастер Вы Делали анализы Сейчас Сейчас Вы Вот она Сделаете Прошу Делай Сейчас Делай Сейчас Делай Потому что Я вижу Так Вот эти Хорошо Молодцы Молков Молков Делай Сейчас Прекратить Я Pero Режу С Обратить Продолжение следует...